17 к 5525.06.2018, обновлено, 18-21-25 июня 2018 года 536146 Москва, 25 июнь, РИА Новости Сенаторы в ходе региональной недели, которая начинается 2 июля, расскажут россиянам о готовящихся изменениях в пенсионном законодательстве, сообщила РИА Новости в понедельник глава социального комитета Сафеда Валерий Рязанский На будущей неделе, которая будет региональной, сенаторы смогут рассказать своим избирателям о ходе пенсионной реформы, о внесенном правительством законопроекте, сказал парламентарий По словам Рязанского, вся необходимая документация, включая тексты законопроекта и пояснительную записку к нему, у законодателей на руках К первому чтению документов в Госдуме наш комитет планирует подготовить на него отзыв с учетом позиций региональных парламентов, сказал Рязанский Ранее он не исключил, что первое чтение законопроекта по изменениям пенсионного законодательства может пройти в Госдуме в конце второй декады июля Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседание российской трехсторонней комиссии РТК по регулированию социально-трудовых отношений региона России до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства Первый вице-спикер Нижней палаты Александр Жуков заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второй и третьей, окончательное чтение В законопроекте Кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсии выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы Особенный упор будет сделан на здравоохранение По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня По словам главы счетной палаты России Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету Российской Федерации с 2024 года 1 трлн рублей в год Значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, Анпф, Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело Эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями с возрастной структурой населения в России Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60,55 лет у мужчин и женщин Соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60,65 лет Субтитры создавал DimaTorzok